Всем привет, меня зовут Денис и вы на канале ТВидеограф. Недавно компания Sirui выпустила два объектива Nightwalker. Теперь помимо 24, 35 и 55 мм ряды серии пополнили 16 и 75 мм. Nightwalker это такая серия киношных объективов со светопропусканием T1.2. Для справки, T это точное значение, характеризующее реальную прозрачность объектива. То есть сколько света падает на матрицу вашей камеры, с учетом преломлений и переотражений. Заменив один объектив на другой, например с 16 на 75 мм, экспозиция не меняется, в отличие от объективов со значением F, где считают отношение максимального диаметра отверстия к фокусному расстоянию, плюс еще щепотка маркетинга. Поэтому объективы с тест-топами используют в кино и крупных продакшенах. Кстати, несмотря на низкую стоимость объективов серии Nightwalker, использование их в кино это не громкие слова, чтобы вас удивить. Ведь кино бывает разным, документальное, студенческое или фестивальное, любого бюджета. И пока мы спорим, какие объективы достойны, чтобы их использовали в кино, Куки или Ари, такие мастодонты сферы, как Дэнни Вильнёв или Мэтт Ривз, используют переделанный Гелиус, Рехаус, в своих проектах Дюна и Бэтмен. Поэтому недорогие объективы для фотографий или для кино имеют право на существование. И сегодня мы рассмотрим два таких разных по фокусному расстоянию и таких похожих по внешнему исполнению кинообъектива. А узнать актуальную стоимость Sirui Nightwalker 16 и 75 мм Т1.2 вы можете по ссылке в описании к этому видео. Теперь давайте приступим к обзору. Наши герои это полностью мануальные объективы для кроп камер Sony E, Fuji X, Canon RF, L-Mount и системы микро 4.3, для которых особенно важно иметь сверхсветосильные объективы. В этом видео мы не будем говорить о разнице серии Sniper, чтобы не затягивать ролик, ведь они, на мой взгляд, созданы для абсолютно разных задач. Давайте пройдемся по характеристикам, далее распакуем, а потом проведем тесты и посмотрим, как они проявили себя в деле. 16 мм, светопропускание Т1.2, 14 элементов в 5 группах, 2 сферических, 3 ED элемента и 2 линзы с высоким показателем преломления, MDF 300 мм, заявленный вес 587 грамм, 13 лепестков диафрагмы, 75 мм, 13 элементов в 4 группах, MDF 700 мм, 18 лепестков диафрагмы. Все объективы линейки имеют диаметр резьбы под светофильтр 67 мм, а также имеют одинаковую цветопередачу. Когда вы покупаете объектив с диафрагмой 1.2 за 300 баксов, то не ждете от него выдающихся оптических характеристик. Да, на открытой диафрагме не будет бритвенной резкости, будет хроматика и падение детализации к краям. Эти объективы про некую винтажность и атмосферность картинки. Недаром в современных дорогих голливудских фильмах стали использовать старые и не особо качественные объективы, как, например, в фильме «Бедные несчастные», в котором использовали объектив Пицваля. Для таких объективов гораздо важнее общее впечатление от картинки, их мягкость, цветопередача, красивое букет. Именно для этого их и покупают. Ну а высокая светосила T1.2 позволяет получить еще меньший грипп на кропнутых камерах. Эти объективы точно не для репортажных съемок. Зато за небольшие деньги вы получаете уникальное изображение при съемке тех же клипов, свадеб, лавстори и так далее. Когда в кадре нужна легкая, романтичная, воздушная картинка, вы берете как раз аналогичную оптику. Коробки из обычного картона. Кажется, это такой суровый стиль и сделано специально. Но на самом деле это транспортировочная упаковка. Внутри нас встречает красивая коробка в пленке, на которой есть вся необходимая информация о наших героях. Вскрываем аккуратно, чтобы не повредить упаковку. Здесь присутствует фирменная пломба, которая нам говорит, что коробка не была вскрыта до нас. Открыв коробку, нас встречает пакетик с документацией и гарантией, визитки и красивые наклейки черного и белого цвета. Далее мешочек из приятной мягкой ткани с завязками, силикагель и сам объектив в вакуумной упаковке. Такое я вижу впервые. Рассмотрим их поближе. Мне достались объективы в сером исполнении, 75 мм на полсантиметра ниже и на 35 грамм тяжелее, 612 грамм против 577. Корпус из металла, кольцо фокусировки плавное, а ход кольца диафрагмы немножко туже. Разумеется, она у нас бескликовая. Оба кольца имеют глубокие зубчики для фоллоу фокуса. Шкалы на моем экземпляре желтого цвета. Обратите внимание, что шкала диафрагмы после значения 5,6 буквально через сантиметр уже Т16. То есть, если к примеру нам понадобится Т11, придется постараться. На 75 мм MDF заявлено 70 см, что свидетельствует надпись на корпусе. А на 16 мм MDF 30 см. Бленда здесь нет. Как объективы держат засветки мы узнаем в разделе тестов. Передний элемент 75 по сравнению с 16 мм имеет внушительные размеры. После покупки этих объектив стоит к ним купить хороший защитный фильтр. Задний элемент 75 мм защищен пластиком прямоугольной формы. Предположу, что это такая защита от засветок. Мы его прекрасно видим в полнокадровом режиме. 16 мм напротив имеет круглую форму. Вот так это выглядит на полном кадре. На байнетах нет резиновой прокладки. Значит нет и защиты от плаги и пыли. Также здесь отсутствуют контакты. Для правильной работы камеры с ними стоит вручную ввести фокусное расстояние объектива. И делать это придется каждый раз при смене объектива. Объективы, установленные на камеру, удобно держать в руках. Управление приятное, кольца движутся плавно. Правда, стоит внимательно следить за тем, чтобы диафрагма не соскочила. С установленной позиции. У меня так было достаточно часто. На моей маленькой камере Sony A7-CR небольшой хват. Поэтому острые зубчики кольца диафрагмы упираются в пальцы. Что неприятно. Сначала проведем лабораторные испытания, а потом посмотрим, как они проявили себя в деле. На первый взгляд на самые открытые диафрагмы 1.2 по центру резкость более-менее нормальная. А вот по углам все очень плохо. Т2. В центре все хорошо. В углу стало лучше, но все еще плохо. Т2.8. Центр еще лучше. Углы намного лучше. Т4. Центр резкий, как бритва. В принципе, как и углы. Т5.6. Центр и углы еще лучше. Т8. Все по-прежнему хорошо. МДФ 30 см, как заявлено. Т1.2. Сильная хроматика зеленого и пурпурного оттенка. И на 5.6 она еле заметна, а на Т8 уходит вовсе. Отключать коррекцию бесполезно, так как у объектива нет связи с камерой. Она просто не знает, что ей корректировать. Дыхание фокуса здесь минимальное, практически незаметное. Дисторсия на отличном уровне. А виньетка достаточно сильная. Т2. Виньетка почти уходит. Т2.8. Виньетки нет. Боке невыразительное. По центру круглое, а с краю приобретает вид лимончика. Блики. Примерно градусов на 80 от яркого точечного источника света. На противоположной стороне кадра появляется сильный блик. Он становится больше по мере приближения к источнику. В прямой видимости ореол появляется с двух сторон. Перейдем к 75 мм. Когда сделал ряд тестовых фотографий и посмотрел результат, то просто не поверил своим глазам. На Т1.2 по центру шикарная резкость. А в углу лишь незначительно уступает центру. Стоит ли с таким невероятным результатом продолжать тест? Давайте все-таки взглянем, что будет дальше. Т2. Все супер. По центру и в углах. Т2.8. Кажется, лучше уже не может быть. Т4. Кажется, все-таки лучше может быть. Т5.6. Идеальный результат. Т8. Это должен быть предел возможной резкости. Дыхание фокуса. Здесь достаточно сильное. МДФ я намерил 71 см. Дисторсия на отличном уровне. Виньетка тоже неплохая. Ее практически не видно уже на Т2. Хроматика здесь больше зеленого оттенка и немного пурпурного. Т2. Хроматика присутствует. Т2.8. Ее практически не видно. Т4. Уходит вовсе. Боке жирное. По центру круглое. Луковых колец не видно. С краю неравномерные лимончики. Блики. Примерно на 45 градусов относительно источника света мы получаем блик практически по центру. Потом он исчезает. И появляется сбоку. Перед тем, как в кадре появится светильник. Конечно, засветки эти объективы не любят. Поле объективы показали себя хорошо. Хотя в парке было достаточно темно, благодаря открытой диафрагме Т1.2 я не чувствовал недостатка в освещенности. Главное следить, чтобы диафрагма не закрылась. Ведь ее легко случайно сдвинуть пальцами. Было такое несколько раз за съемку. Ориентируясь по маленькому дисплею сложно понять, фокус или кадр. Особенно, когда камера в движении. А вот если работать со стедикамом, то постоянно крутить фокус неудобно. Здесь нужен фокус пуллер, система Raven Eye, либо хотя бы фолло фокус. Что касается кадров, то на мой взгляд тест получился весьма удачным. Картинка приятная. Мне не к чему придраться. Боке кремовое, а детализация кажется на хорошем уровне. Даже сделал пару портретов на 75 мм. И получилось хорошо. Но в подобных объективах есть большой нюанс. Постоянно менять фокусное расстояние в меню при смене объективов то еще удовольствие. А когда про это забываешь, то матричный стаб отрабатывает неправильно. Тем самым кадры не такие стабильные, как хотелось бы. Что помешало добавить чип на Bynet и увеличить стоимость объектива долларов на 5, чтобы компенсировать затраты. Тем самым значительно увеличить удобство работы с ним. К примеру, вот так и дрожит кадр, когда установлен объектив 75 мм. А настройка стабилизатора на 16 мм. А это кадр с правильным значением 75 мм. Будьте внимательны и следите за этой настройкой. Кстати, на моем канале Честный Оператор я более подробно рассказываю о личных впечатлениях от наших героев. Заходите, буду рад старым и новым зрителям. Компания SiRui сделала хорошую работу с этими объективами. Подняв качество картинки по сравнению с другими объективами из серии Nightwalker. По крайней мере на 75 мм. Да, я много слышал о мыльности их собратьев. 24, 35 и 55 мм. Как они плохо держат контровой свет и так далее. Здесь я был в шоке от результатов, которые сделал на 75 мм. Что крайне приятно и дает повод рекомендовать его к покупке. Конечно же, если он подходит для ваших задач. А 16 мм остался на том же уровне, что и предыдущие объективы в серии. Что неплохо. А что думаете вы? Достойны ли они вашего внимания? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Ты Видеограф. До новых встреч и пока.